Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более тысячи пожаров и загораний, на которых погибли уже 19 человек. К сожалению, печальную статистику существенно пополнила нынешняя неделя. Минск чрезвычайный. В девятиэтажке по улице Бакинской в минувшую пятницу горела квартира. Об этом в дежурную службу МЧС сообщил очевидец. На полу в горящей комнате спасатели обнаружили 40-летнего сына хозяина. Он был без сознания. Мужчину пытались на месте реанимировать, но медики оказались бессильны. Во вторник поздно вечером на пожаре в частном доме погибли сразу 4 человека. Столько жертв от одного пожара в Минске не было почти 10 лет. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме в юношеском переулке. Когда работники МЧС приехали к месту вызова, здание было охвачено пламенем. Спасатели вынесли находящихся внутри 60-летнюю хозяйку и двух мужчин, но спасти их не удалось. Позже в одной из комнат без признаков жизни была обнаружена еще одна женщина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Минск чрезвычайный. И еще одна трагедия произошла сегодня поздно ночью. В квартире на улице Маневича в результате пожара погиб бывший муж хозяйки. 63-летний мужчина был инвалидом второй группы по опорно-двигательному аппарату. Саму же хозяйку, также инвалида второй группы, работникам МЧС удалось спасти. С выше расположенных этажей при помощи масок для спасаемых были спасены 4 человека, а из подъезда эвакуированы еще 8. Причина пожара устанавливается. В минувшие выходные в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что в квартире по улице Убаревича трехлетнему мальчику нужна помощь. Играя, ребенок засунул пальцы правой руки в дверной проем. Спасатели с помощью спецоборудования отжали дверное полотно и освободили кисть малыша. Минск чрезвычайный. С целью снижения в том числе и таких происшествий с участием детей вследствие оставления их без присмотра в эти дни в республике проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Уважаемые родители, давайте не будем пополнять сводку МЧС подобными случаями. Ни под каким предлогом, ни на минутку не оставляйте без присмотра малолетних. Не жалейте своего времени и повторите с ребенком правила поведения в быту, в лесу, на водоемах, правила дорожного движения. Расскажите о тех опасностях, которые таят игры с огнем. Сделайте все, чтобы жизни и здоровью ваших детей ничего не могло угрожать. Будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.